Давайте посмотрим законченный ремонт квартиры в элитном комплексе. В ремонт было вложено 60 миллионов. В 2020 году сюда входят все затраты на ремонт, на материалы и всю обстановку в квартире. Мебель, люстры и так далее. На сегодняшний момент это обойдется около 90 миллионов рублей. Это все нарезано в больших листах керамогранита и вставлены в сегменты другого цвета. Все анализы, которые вы делаете в унитаз, они сразу уходят на госуслуги. Это мрамор, который мы поднимали порядка 10 раз. И каждый раз он лопался, ломался. Тоже натуральный камень, сделан из двух полотен, распиленных пополам. Я вносила замечания. Сделаем обзорочку этой квартиры и расскажем, в чем все-таки разница между эконом и премиум сегментом. От косметического до капитального, от бюджетного до премиум класса. Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Александр Смолин. Именно так в двух словах я рассказал, какие виды ремонтно-отделочных работ могут существовать. И неважно, какой вариант вы выбрали. Для достижения поставленной цели, получить хороший качественный ремонт, вам необходимо соблюдать 6 пунктов. Первый пункт. Изготовить качественный, понятный проект с цветной 3D визуализацией, технической документацией и полной спецификацией. Даже если у вас ремонт какой-то бюджетный и небольшой, хотя бы эскиз проекта, не обязательно все. Для чего это надо? Чтобы на конечном, финишном этапе исключить разногласия в понимании завершенного ремонта. Потому что без проекта в голове заказчик представляет одно, а исполнитель другое. Это первый момент. Второй очень важный момент. Выбрать правильную, надежную бригаду. Это может быть мастер-универсал, в зависимости от объема работы. Это может быть бригада из 2-3 человек. Или большая бригада, много работников разной специальности. Но руководить ими должен один человек, назовем его прораб, который следит за технологией выполнения работ, за ходом работ, в соответствии с тех документацией и осуществляет связь с заказчиком. И сразу, как вы любите полезный совет, я бы сказал, это не полезный совет, это отработано уже лично мною на протяжении 7-8 лет. Я каждого потенциального заказчика приглашаю на свой завершенный ремонт, чтобы он воочию мог посмотреть, как выглядит завершенный ремонт. Посмотреть все узлы примекания, потрогать, погладить, пооткрывать, позакрывать. И еще лучше, если у него будет возможность, поговорить с жильцами этой квартиры. А если вы решили сэкономить на проекте, готовьтесь к тому, что вы можете получить совершенно не то, что хотели. Следующий пункт, правильный, выбор материала. Каждый отдельный элемент интерьера, цвет краски, еще что-то, отдельно смотрится хорошо. А когда это все вместе, получается полное нехорошо. И следующий важный момент, это уже ответственность прораба четко следить за последовательностью работ, черновые работы, мокрые работы. И с соблюдением технологии, чтобы потом не пришлось ничего переделывать. Пятый пункт, ну я бы сказал, это не обязательные условия, но желательно для заказчиков. Принимайте каждый этап работы, задавайте любые вопросы, даже если они покажутся вам глупыми. Вам все объяснят, расскажут и так далее. И в этот момент подписывается акт выполненных работ. И происходит распада. И последний, шестой пункт, тоже самое важное, все вышеперечисленное подкрепляется договором, без всяких мелких шрифтов. В договоре четко прописаны обязанности и ответственности каждой из сторон, и тем более сроки ремонта. И соблюдая эти шесть пунктов, вы гарантированно или почти гарантированно получите хороший, добротный, качественный ремонт. Для тех, кто еще не знает, наша команда работает в ценовой категории от средней ценовой категории до премиум-класса региона охвата. Это лично я в Пскове живу, работаю. Также есть возможность выполнить ремонты и проекты. Питер, Москва, Екатеринбург, Краснодар и все Черноморское побережье. Ну, Сочи и окрестности. Заказать проект или ремонт у нашей команды можно по ссылке. Ссылка находится в описании под видео. И на примере ремонта этой квартиры, премиум-сегмента, мы расскажем вам о нашем подходе к ремонту. И прежде всего я хочу представить Александра. Это руководитель компании, который курирует этот объект от составления дизайн-проекта до сдачи объекта, завершенного заказчику. Прошу любить ей жаловать. Александр, фамилия Ботиньков. Сделаем обзорочку этой квартиры и расскажем, в чем все-таки разница между эконом и премиум-сегментом. Александр, расскажи зрителям, какая площадь квартиры, сколько обошелся ремонт, скажем так, сколько заказчик заплатил за работы под ключ без учета материала. Все очень просто. Это было сделано еще в 2020-2021 году и, соответственно, тогда это стоило 30-35 тысяч за квадратный метр в то время. Сейчас это, конечно, порядок дороже. А площадь-то какая? Площадь у нас 140 квадратов. Ну, 140 умножаем на 33 и получаем стоимость работ под ключ без учета материала на конец 2021 года. 2021 года. Ну, сейчас, конечно, это все дороже. Устраивать рум-тур не будем. Быстренько за 15 минут пробежим по всем помещениям, поделимся своими фишками. Очень коротко. В чем премиальность, в принципе, ремонтов? Это в выборе материала. Здесь у нас натуральный камень. Почему не керамогранит, ребят? Керамогранит могут себе позволить многие, но камень могут себе позволить единицы. Поверьте, вот этому камню несколько сотен тысяч лет. Такого второго не будет. А что такое керамогранит? Ну, это просто печать на листе и все, и не более того. А это натуральный мрамор, который имеет свой рисунок индивидуальный и неповторимый. Правильно заметил Александр. Это был единый лист камня на гидролизе. Убрали ненужные сегменты, сделали латунные вставки так, чтобы рисунок у нас повторялся. Смотри, короче, вот здесь шкаф, а с этой стороны сделана фальш-панель, короче. И когда заходишь в квартиру, есть симметрия. Но это фальш, а это шкаф. Естественно, входная группа подразумевает наличие гардеробной. И фишка какая, да? Здесь кондиционеров, несколько штук в квартире. Кондиционеры надо как-то обслуживать. Некоторые как делают? Доступ к кондиционеру, люк какой-то ставят. Здесь люка нет. Здесь съемные МДФ-панели. Надо добраться, обслужить кондиционер. Снимаем МДФ-панель, обслуживаем. Ставим на место, и получается как единый целый потолок. Александр, расскажи зрителям про фишки этого помещения. Что это такое? В принципе, это комната старшего сына. Она сделана довольно-таки брутальной. Есть темные акценты и светлая. То есть, она такая контрастная. Но, также по пожеланиям родителей, да, у каждого в комнате должен быть свой гардероб. И именно здесь гардеробная комната, а не шкаф. И так сделано в каждой комнате. Тоже натуральный камень. Сделан из двух полотен, распиленных пополам. Вот так вот отцентрован. И получается бабочка-рисунок. Ребят, кроме этого, есть еще одна небольшая фишка, которая всегда использует премиум сегмент. Это приточная натяжная вентиляция. В каждой комнате всегда поступает свежий воздух и легко дышится и зимой, и летом. Если его нету, то очень часто люди открывают окна. А во всех жилых комнатах натуральный паркет. Входная группа и общие коридоры, керамогранит. Так заказчик пожелал. И причем большие листы керамогранита имели изначально. Нужно было сделать вставку. Это все нарезано в больших листах керамогранита и вставлены сегменты другого цвета. Представляете, сколько подрезки, нарезки надо было сделать. Александр, расскажи зрителям в двух словах. Мы ценим их время в двух словах про гостиную комнату. По большому счету здесь собирается вся семья. Здесь проводятся вечера. Здесь есть зона, где просмотреть телевизор, поиграть в нарды, либо просто пообщаться с друзьями. Хотел просто сделать акцент на этот камень. Это мрамор, который мы поднимали порядка десяти раз. И каждый раз он лопался, ломался, его увозили, склеивали, привозили обратно, восстанавливали. И уже на последний раз просто его приклеивали и склеивали уже на объекте. Потому что нереально было поднять этот камень. Разговаривал с владельцем квартиры, спрашивал, все ли его устраивает здесь. Он говорит, устраивает все. Он сказал, камин вот зря было. Я спросил, а почему? А говорит, своя дача есть, там натуральный камин, ну настоящий камин. А это здесь парогенератор. Ну, как элемент декора теперь стал. Учитывайте эти моменты при составлении дизайна проекта. Не гонитесь. Хочу, хочу, хочу. Подумайте, действительно вам это будет надо или нет. А створки шкафа повторяют сегмент стены, который находится с противоположной стороны от телевизора и камина. Мы находимся сейчас в комнате младшего ребенка. Это девочка. Ей, кстати, сегодня день рождения. Ну, понятно, что, да, это не мальчишечная комната. Все стильно. Есть свой приток воздуха. Также паркет на полу. Как Александр отмечал, в каждой комнате есть своя гардеробная. Одной из самых любимых, конечно, в этой комнате является Оникс. И очень часто, по первости, вся семья собиралась вот на этой самой кровати ночью-вечером, когда на улице темнота. И смотрели, как горит камень. И все кайфовали от этого. Но, на самом деле, ребят, остались остатки и обрезки. Но, чтобы их не выкидывать, мы сделали подоконник. Я так понял, это спальня хозяев, судя по элементам наполнения. Расскажи, пожалуйста, я не буду мешаться в кадре. Что очень важно, есть интересный шпон. Это у нас зебрано и очень яркий африканский вот такой вот текстура дерева подчеркивают как раз контраст во всем. Во всем этом интерьере. У нас светлые стены, темные вставки и так сделаны везде. От коридора и до последнего помещения в интерьере. Добавлю, да, мы про потолки нигде не говорили. Все потолки, никаких натяжных потолков. Это гипсокартон, это гипсовые молдинги, вставки и окраска безвоздушная. А теперь вишенка на торте, через гардеробную пойдем в интересное место. Теперь постепенно через гардеробную переходим к обзору санузлов. Раз это комната, живая спальня владельцев квартиры, естественно, своя гардеробная и свой санузел. В общем-то, находимся в санузле для хозяев, поэтому сделаны две раковины для него и для нее отдельно. По просьбе клиентов есть у нас отдельно большая ванная, встроенная в камень. Для чего это сделано? Для того, чтобы все стыки, куда попадает вода, их потом не мыть, не очищать. Когда сделан камень, его легко обслуживать и чистить. И в том числе примыкание керамогранита и камня самое идеальное. Не будет никаких желтых стыковок и всякой вот этого мерзопакостной штуки. Еще есть интересная фишка. Унитаз с пультом, ребята. Можно выбирать любой канал. Все анализы, которые вы делаете в унитаз, они сразу уходят на госуслуги. И со всей информацией вы можете ознакомиться через портал госуслуг. Здесь есть подогрев, есть массаж, есть мытье. И вы можете отрегулировать температуру и все что угодно. Даже включает музыку. Сейчас модно делать одноуровневые потолки. Но если вы делаете встроенные кондиционеры, вентиляцию, приточку, то у вас идет очень много трасс по потолку. И как раз дизайнеры и проектировщики раскидывают так, чтобы вся вентиляция и кондиционеры шли по периметру комнаты. Соответственно, центральную часть можно задрать максимально высоко. У вас будут высокие потолки, приточная вентиляция и кондиционирование. Но потолки будут в разных уровнях. Поэтому не всегда потолки в один уровень это хорошо. В общем, на территории находится хозблок небольшой, стиралка, холодильник даже есть, сушилка, все аксессуары необходимые и рядом гостевой туалет. Это гостевой санузел, ну в том числе и детский. Есть у нас раковина по большому счету, санузел и душевая. Душевая у нас встроены смесители. И интересно, вот такая вот полочка для шампуня сделана в цвет камня, где можно хранить все на свете. И наконец-таки мы пришли в самое сердце квартиры. Ну, сердце квартиры, сами понимаете, это кухня. По большому счету находимся на самом главном месте, где собираются всегда все жители, долго здесь сидят и долго обсуждают что-то за барной стойкой, либо за обеденным столом. Но фишка в чем? Кухня разделена на три зоны. То есть у нас зона готовки, где у нас есть кофемашина, пурифаер, свч и духовка. Ребят, если кто-то знает, что такое пурифаер, напишите в комментариях, мне интересно. Дальше. У нас есть зона, где можно помыть посуду, по большому счету, и зона, где находится холодильник, и где можно сделать разделку, например. Но чаще всего здесь мои клиенты собираются именно за барной стойкой, сидят, обсуждают, смотрят на вечерний город. И именно здесь мы хотели сделать еще выдвижной телевизор, но, если честно, так и не нашли технологии. Есть такая вот вещь, это у НЭФа. Управление кухней, по большому счету. Если ее забрать с собой, то, к сожалению, никто на этой плите уже приготовить не сможет. На полу керамограниц, подогревом, листы крупноформатные, чтобы сделать вставки, приходилось снова на гидролезе все это нарезать. Особенно на углах, там много поворотных сегментов. Зато смотрится красиво. А сейчас, Саша, я хочу затронуть серьезную такую глобальную тему, да? Это дизайн-проект. На эту тему поговорим. Сколько раз мастера наверняка знают, приходят на объект, выполняется работа, а у них есть дизайн-проект. Начинаешь выполнять работу по этому дизайн-проекту. Одно не вяжется, второе не вяжется. Начинается куча уточнений, исправлений, замечаний, дополнений. Так вот, в чем заключается мой совет? Как я поступаю в таких случаях? Когда изготавливаем дизайн-проект, на объекте обязательно должен находиться дизайнер, замерщик, если дизайнер не может сама сделать замеры, и непосредственно прораб, чтобы при изготовлении проекта не было такого, что это невозможно воплотить в жизнь в силу технических ограничений. Это инженерные коммуникации, несущие колонны и все прочее, прочее, прочее. Расскажи, как у вас происходит в команде? На самом деле, много проще. Работаем уже больше 27 лет, делаем и дизайн-проект, и реализируем свой под ключ. Поэтому, по большому счету, на самом деле, достаточно всего лишь замерщика, который сделает замер и правильно обозначит, где монолита, где биноблок, и фото- и видеофиксации. Есть план от застройщика, в принципе, чтобы были мокрые зоны, и, в принципе, дизайнеры могут уже спокойно работать. Саша, давай в привязке к данной квартире, к данному заказчику. Расскажи, как происходило от момента встречи с ним до завершения и утверждения заказчиком проекта. Ну, смотри, как происходило. То есть, заключили договор, по большому счету, согласовали планировку. Все. Главное, чтобы у каждого была своя гардеробная. Как только это все согласовали, идем дальше. Приезжаю к клиенту, одеваю виртуальный шлем, шлем виртуальной реальности, и клиенты ходят по своей будущей квартире. Они видят плитку, они видят кухонные гарнитуры, они видят кровать. То есть, они прямо внутри своей квартиры уже могут ходить и разбирать каждый элемент. Когда они все это увидели, внесли правки, быстро мы сделали чертежи и, в принципе, приступили к стройке. Очень просто. Проблема в том, что у дизайнеров очень часто рисуется красивая картинка, но потом плохо то, что ты не можешь. А заказчик не может представить это все в голове. Да, да, да. Видишь плоскую картинку. И именно 3D-тур, когда ты в шлеме гуляешь, уже ты понимаешь, у меня несколько клиентов, которых мы отговорили от барных стоек, потому что они не встают. Но клиенты на картинках этого не понимают. То есть, вы предоставили заказчику бумажный проект, ну, там, цифровой носитель и виртуально посмотрели. После виртуального просмотра проекта были какие-то замечания, пожелания в проект потом? Да глобально не было никаких корректировок. Да не бывает. Проект, хороший проект, он только максимально минимизирует расходы на материалы, сроки сокращает и устраняет от каких-то переделок, доделок. Мы снова вернулись в детскую комнату. Это хозяйка этой медной горы. Зовут Маргарита. Поздравляю еще раз тебя с днюхой. Всех благ, здоровья. Расскажи, пожалуйста, тебе все понравилось? Мне безумно нравится моя комната. Особенно моя комната безумно нравится, естественно. Самый главный вопрос. Я понимаю, что родители там все решения принимали, а ты как-то участвовала в изготовлении дизайна проекта? Естественно, моя фишка была в этой стене. Я очень простила Александра, чтобы мне сделали прекрасную стену напротив кровати, чтобы я просто лежала и залипала в нее. То есть все твои, извини, переговорю, все-все твои пожелания учтены? Да. Что-то они сами придумали сюда? Нет? Нет, нет. Мои идеи. А то некоторые, знаешь, комментаторы говорят, разведи заказчика на бабки не прощают. То есть все идеи были твои? Да, все идеи были мои. И цветовая гамма, и все. Да, да. Я хотела более нежно, такой девчачий стиль. Последний вопрос серьезный. А с первого раза получилось утвердить проект? Или ты вносила какие-то замечания? Я вносила замечания. Все-таки было. Вносила замечания по поводу, особенно зеркала, вот этих вырезов. Спасибо тебе еще раз и с днем рождения. Спасибо большое. А теперь быстро на коротком слайд-шоу можно посмотреть все этапы ремонта. На этом сегодня все. С вами, как всегда, был Александр Смолин. Сегодня присоединился Александр Ботиньков. Всем спасибо за внимание. Пишите, делитесь своими мыслями в комментариях. И, как обычно, всем мирного неба над головой. Хорошего дня.